В Одессе презентовали открытую общественную площадку, благодаря которой одесские общественники и активисты получили возможность выступить с трибуны и быть услышанными остальными гражданами. Проект этот осуществлен силами общественной организации в открытой суспильство Украины и не является коммерческим. В Одессе произошло по-настоящему революционное событие. И это особенно понимают те, кто связал свою жизнь с отстаиванием гражданской позиции. Тех, кого наш городской голова упорно называет шизофрениками и считает проплаченными. Речь идет об общественниках и активистах, получивших наконец возможность свободного доступа к высокой трибуне. Благодаря усилиям общественной организации в открытой суспильство Украины, организовавшим специальный проект «Открытая общественная площадка». По себе знаю, что очень часто нам не хватает элементарно таких вот условий, таких возможностей для того, чтобы организовать свою работу. И я думаю, что, наверное, для меня самым важным моментом в открытой общественной площадке – это то, что она дает возможность дополнительного коммуницирования, дополнительной коммуникации между гражданскими активистами в городе. Потому что на сегодня ситуация достаточно непростая. Мы дробимся иногда из-за наших амбиций, иногда из-за недоразумений, иногда это происходит специально. И вот чтобы мы лучше друг друга узнавали, находили общий язык, создавали коммуникацию, мы и предлагаем этот инструмент. Итак, что из себя представляет этот проект? Он состоит из двух составляющих – медиа-центра, в котором общественные организации смогут проводить пресс-конференции, круглые столы и прочие мероприятия, важные для города, а также подготавливаться к различного рода акциям, в том числе и к акциям протеста. Плюс при общественной гостиной у нас существует орготдел, где могут помочь оформить документ, оформить запрос, оформить заявление, допустим, в прокуратуру, в полицию, общественникам. Данный проект является некоммерческим и направлен на усиление позиций гражданского общества в Одессе, на повышение эффективности работы общественных организаций и коммуникаций между ними. То есть надо сделать так, чтобы одесситы перестали себя считать просто жителями, а наконец стали чувствовать себя гражданами. Что предлагает сегодня общественный открытый медиа-центр общественникам? Организацию пресс-конференции. То есть у нас здесь можно будет организовывать пресс-конференции по важным каким-то событиям, по важным каким-то темам. Мы сможем помочь общественникам в организации, возьмем на себя техническую часть, сможем это все отснять и распространить в интернете, помочь с написанием каких-то пресс-релизов, с помочь с написанием статей. Во-вторых, мы можем помочь с организацией брифингов и круглых столов. То есть имея собственную площадку, общественники могут вызвать, по сути дела, сюда чиновников, посадить их перед камерами и добиться ответов на те вопросы, на которые чиновники отказываются отвечать. Уже в следующий понедельник на новой общественной открытой площадке будет проведен круглый стол на тему защиты памятников архитектуры, в частности, дачи Анатра и дачи Мищенко. Среди приглашенных чиновники ГАСКО, Управление архитектуры и культурного наследия, а также прокуратуры и нацполиции.